МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырочкина. И сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Они покорили Арктику и стали героями. И да, с первого дня действительно были уже большие проталины. Мы постоянно преодолевали различные сложности. Участники экспедиции на лыжах к Северному полюсу вспоминают, как это было. Миссия выполнима. Сначала откапывать лямку, потом вниз сильно, потом наверх, и потом закапывать. Как молодые чебоксарцы спасали планету. Спасибо за победу! Прошли мы потом и Францию, и Германию. Немцы победили. Ветеран Великой Отечественной Юрий Боровков накануне Дня Победы вспоминает о войне и принимает поздравления. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Арктика вновь покорилась спортсмену из Чувашии. В очередную экспедицию на лыжах к Северному полюсу отправился инструктор по туризму Владимир Родионов. На протяжении 12 дней он сопровождал участников полярного похода. В состав команды на этот раз вошли воспитанники детских домов и ученики коррекционных школ. В разные годы в подобной экспедиции участвовали и воспитанники туристического клуба из Новочебоксарска. Насколько сложно было преодолевать путь до крайней точки земли, сегодня они вспоминали на встрече с главой республики. Полярные экспедиции давно позади, но им до сих пор кажется, что это было только вчера. О своих походах на Северный полюс ребята готовы рассказывать снова и снова. Они говорят, что впечатлений хватит еще надолго. Все начиналось 7 лет назад. Именно тогда известные путешественники Матвей Шпаро и Борис Смолин впервые набрали команду настоящих смельчаков. В их ряды попал и студент из Новочебоксарска Степан Шеверталов. Сейчас он вспоминает о тех днях с улыбкой, а тогда молодой человек до последнего не верил, что ему все-таки удастся отправиться в эту экспедицию. И даже когда пришло письмо с положительным ответом, он принял его за шутку. 1 апреля Андрей Викторович звонит на телефон и говорит, пришел вызов на Северный полюс. Им нужно было в течение 10 дней дать необходимый материал в согласии родителей на участие в экспедиции. После Степана без участия Новочебоксарских ребят не обходилась ни одна полярная экспедиция. Но в самый сложный поход 4 года назад отправилась девушка. Тогда Северный полюс словно испытывал команду. Организаторы опасались, что до конечной цели им добраться и вовсе не получится. А на Карпо вспоминает, на своем пути они встречали огромное количество многометровых торосов и проталин, которые приходилось приплывать в специальных костюмах. И да, с первого дня действительно были уже большие проталины. Мы постоянно преодолевали различные сложности. Также был встречный дрейф. Мы шли в день где-то по 15-20 километров, а за ночь могли на 5-7 километров отплывать обратно. Хотя к таким испытаниям ребят готовились задолго до экспедиции. Каждый год будущую команду полярного похода формировали в Карелии. Там они тоже преодолевали непростую дистанцию по снегу, на лыжах. Причем приходилось тянуть за собой тяжелые сани с вещами. Северный полюс покоряли только лучшие из лучших. И не случайно вот уже на протяжении 5 лет в эту команду попадают ребята из Чувашии. Они являются членами прославленного клуба Кредо. Его воспитанники часто выезжают в горные походы и на престижные турниры. Примерно 600-700 ребят прошло через наш клуб. Притом это такие хорошие, они сформированы. Они потом идут образование получать соответствующее. Опыт этого клуба необходимо тиражировать, отметил глава региона. Спортивный туризм сейчас развит не во всех районах. Хотя возможности для этого есть. Для этого много денег не надо. У нас овраженно-балочная система. Оврагов хватает. Где что нужно делать? Прудов, гидротехнические сооружения. Ну а тем, кто в этом виде спорта преуспел, глава республики вручил благодарности и часы. Ребята пообещали, что если они снова отправятся на Северный полюс, то время будут сверять именно по ним. Митрий Ковалев, Евгений Анисимов, Республика. К нам в редакцию обратились жители одного из столичных домов с просьбой помочь. По словам чебоксарцев, их двор превратился в автотрассу. Жильцы не только боятся отпускать на прогулку детей, но и сами передвигаются с опаской. Подробности в репортаже Марины Рябцевой. Как бешеные они тут ездят? А так нельзя? Было уже такое. Или шибут, или это. Пешехода сбили. И ребенка чуть не задавили. Жители дома номер 4 по улице 50 лет октября пытаются отстоять свой двор от автомобилистов, которые по дворовой территории объезжают пробку. Скопление машин на перекрестке улицы Гагарина и 50 лет октября – обычное дело в часы пик. И вот некоторые самые нетерпеливые водители используют сквозное движение. Транспорт тут уж всякий ездит. От грузовиков, от КамАЗов и до самых маленьких малолитражек. Ездят они. Кто как, конечно, кто медленно уважает жильцов этого дома. Кто ездит на всех скоростях. При этом они еще и это. Оскорбляют, когда их предупреждают, чтобы снизили скорость или что-то. Особенно в час пик ежедневно вечером с полпятого и часиков до семи, до полвосьмого. У нас разъехаться даже вчера здесь не могли. Здесь вот ругались вот на этом переводе. Потому что поднимались с этой стороны машины и ехали с этой стороны машины. И вот мы здесь стояли с председателем дома и смотрели. Они даже никак не могли разъехаться вот в такой степени. Это у нас во дворе очень часто. Нервы у жильцов на пределе. И они уже устраивают живой щит. Правилами дорожного движения сквозной проезд через жилую зону и дворы запрещен. Штраф полторы тысячи рублей. Но в каждый двор инспектора ГИБДД не поставишь. Поэтому жители дома хотят закрыть въезд во двор с одной из сторон. Бетонные блоки однозначно устанавливать нельзя. При этом за перекрытие проездов у нас существует статья в Кодексе административных правонарушений. Вопрос можно решить следующим образом. В правилах противопожарного режима у нас не запрещается установка шлагбаумов автоматических. Но при этом жильцы дома должны иметь брелки для открывания этих шлагбаумов. И в то же время эти брелки должны быть у специальных служб города. Марина Рябцева, Александр Петров, Республика. Это тоже не наш. Что могут делать студенты в чудную майскую погоду в лесу? Как оказалось, не только жарить шашлыки, но и заниматься общественно полезным и даже жизненно важным делом. Подробнее в сюжете. Густой хвойный лес был на этом месте до жутких пожаров 2010-го. Чтобы стало как раньше понадобится десятилетие, сегодня высаживать деревья на так называемых горельниках приехало около двух сотен студентов и сотрудников высших учебных заведений Чебоксар. Перед тем, как спасать планету, тщательный инструктаж. Первым движением мы втыкаем меч Колесова и на себя потянули, и от себя образовывается щель. При посадке дерева важный момент, чтобы корневая система не была изогнута. Ну а затем с энтузиазмом и специальными приспособлениями молодые люди разбрелись по территории. Кто-то высаживал сосны, как заправский лесничий, ну а кому-то подобное занятие явно в диковинку. Все очень хорошо, немножко холодная погода, но настроение у всех хорошее и нам очень нравится. Каждый человек должен посадить дерево, я думаю. Удивительно, но эта участница акции намного опытнее, чем многие собравшиеся. В свои три с половиной года, или как поправляет малышка, почти четыре она сажает лес уже во второй раз. И готова поделиться секретами у мастерства. Сначала откапывать лямку, потом вниз сильно, потом наверх, и потом закапывать. А другую, которая закапывает лямку, туда дольник будет водичку едить. Акция, кстати, была абсолютно добровольной. И неважно, чем руководствовались участники, желанием подышать свежим воздухом вместо пар или помочь экологии планеты. Главное, что в результате на несколько сотен деревьев на земле стало больше. Ольга Пырычкина, Елизавета Зайцева, Сергей Рябчиков, Республика. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники радио. Поздравления в этот день принимали не только диджей и корреспонденты, но и люди, которые обычно остаются по ту сторону эфира. Ведь изначально 7 мая было связано с именем ученого-физика Александра Попова. Ровно 120 лет назад он изобрел первый радиоприемник и осуществил на нем первый сеанс связи. Но учредили эту дату только в 1945 году. Тогда в стране отметили полувековой юбилей со дня изобретения радио. Сегодня поздравления принимали и наши коллеги по цеху. В редакциях национального радио «Чуваш» и «Таван-радио» сегодня царила поистине праздничная атмосфера. Утром с творческим коллективом встретился глава республики. Он отметил, что благодаря их работе жители Чуваши оперативно узнают о новостях и круглые сутки слушают уже полюбившиеся передачи на русском и чувашском языках. Их труд востребован, ведь сигнал национального радио принимают все районы республики. А родное радио слушают жители Чебоксар и Новочебоксарска. Виновником торжества Михаил Игнатьев преподнес дар картину «Чувашская художница». В студии национального радио глава региона принял участие в записи передачи. А в национальной библиотеке наградили отличившихся работников отрасли связи. Сегодня радио, телевидение, мобильная связь стали естественными атрибутами нашей жизни. Современный информационный бум – результат труда многих поколений – ученых, инженеров, техников, всех, кого судьба связала с отрасли связи. День радио можно смело назвать профессиональным праздником работников телевидения, радиовещания, почтовиков, связистов, коротковолновиков, радиолюбителей. Всех, кто оперативно информирует нас о важнейших событиях, происходящих в стране, объединяет на радиоволнах человеческие дела, мысли и души. В числе награжденных сотрудники Ростелекома, компаний сотовой связи, радиочастотного центра. Отметили сегодня и национальное телевидение. Мария и Андрей Шоклевы были награждены благодарностью министра информационной политики, массовых коммуникаций и почетной грамотой Минонформполитики. Они вместе создают детские программы «Бухты, барахты», «Акилбупсер», игровое шоу «Наабум». Работать с семейным дуэтом порой сложно, признается Мария, но всегда можно рассчитывать не только на себя и быть уверенной в качестве работы. Нас вместе однажды уже награждали госмолодежной премией за создание движения «Куча мала», которое, кстати, сейчас продвигается. И детские программы, которые мы вместе с мужем, дорогим моим, стали делать 10 лет назад. Немножко меняется название, но детки также работают в кадре, также мы рады маленьких телезрителей, их родителей, и, надеюсь, будем продолжать радовать многие годы еще. Сегодня каждый, кто ехал по делам на общественном транспорте, мог стать участником акции «Счастливый пассажир». Талант радио приготовила приятный сюрприз в свой профессиональный праздник. Команда радищиков отправилась разыгрывать подарки в салон троллейбуса. Чтобы получить заветный приз, нужно было ответить на простые вопросы. Первый вопрос. Что означает слово «радио»? У меня есть три варианта ответов. Это от латинского радио «Искучаю, испускаю лучи». Второй вариант – это разновидность беспроводной связи. И третий вариант – это носитель сигнала. Первый вариант. Какой первый вариант? Третий. У кого еще раз есть? Третий. Какой? Второй вариант. Третий. Третий вариант. Я вас поздравляю, потому что вы все правильно ответили на этот вопрос. Оказалось, что волну эфира Таванрадио знают многие. Цифры 100 и 3FM были произнесены почти хором. И ни одного вопроса не осталось без ответа. А пассажиры остались довольно неожиданным поворотом событий. Что ж, я поздравляю всех, кто сегодня получил от нас небольшие подарки. Жаль, что не всем. Но вы можете присоединяться к нашей волне и также получать подарки и приятное настроение. Всем спасибо, всем с днем радио. Ура! Анастасия Алексеева, Сергей Рябчиков, Республика. Мы продолжаем знакомиться с нашими земляками, участниками Великой Отечественной войны. Многие организации Чувашии по праву могут гордиться своими сотрудниками, ветеранами войны. Каждый нашел в себе силы не только пережить то страшное время, но и внести значимый вклад в становление страны в послевоенные годы. Юрию Ивановичу Боровкову в этом году исполняется 90 лет. За отличное выполнение боевых заданий на фронте он награжден орденом Александра Невского. С ветераном встретились мои коллеги. Скромный, интеллигентный, спортивный уроженец Цивильска Юрий Иванович Боровков на фронт попал в июле 43-го после окончания артиллерийского училища. Его назначили командиром огневого взвода, сформированной в Чувашии 139-й стрелковой дивизии. Боевое окрещение лейтенант Боровков прошел во время Смоленско-Рославльской наступательной операции на Западном фронте. Самое сложное на войне, когда приходится отступать, говорит ветеран. Я воевал, окончив училище. Дали мне шесть пушек под мое командование. И так с этими пушками, ну не со всеми, половина были уничтожены врагом. Дошел и прошли мы потом и в Германию, немцы победили и дошли до французско-испанской границы. Юрий Боровков участник многих кровопролитных боев на Днепре при освобождении Белоруссии и Польши на территории Германии. За мужество и отвагу заслужил ордена Александра Невского Красной Звезды, Отечественной войны Первой и Второй степеней. Более десятка медалей. Участник парада Победы в Москве 24 июня 1945 года. В Казанском институте после войны получил юридическое образование. Со своей супругой Юрий Иванович сидел в школе за одной партой. Она дождалась его из армии. Все трудности и радости жизни прошли вместе до конца. Сейчас Юрий Иванович живет вместе с детьми в Чебоксарах. У него подрастают внуки и правнуки. Футбол играл, волейбол играл, участвовал на первенстве в молодости, на лыжах ходил. Он любит очень спорт. В молодости сам занимался спортом. Все спортивные передачи все смотрит. Олимпиада была. Великолепно разбирается в футбольных командах, игроков знает. Вот для него сейчас хобби – это спорт по телевизору. С 1951 по 1953 годы Юрий Иванович работал в прокуратуре Алтайского края. Сначала народным следователем, затем прокурором. В конце 1953 года вернулся в Чувашию. Работал помощником прокурора города Чебоксары, Цивильского, Канажского районов. Каждый год перед Днем Победы Юрия Ивановича поздравляют молодые коллеги. Накануне праздника Великой Отечественной войны хотелось бы отметить, что ваш пример служит для работы в Канажском международном прокуратуре образцом мудроства и чести. Вот уже два года Юрий Иванович редко выходит из дома. И сегодня на торжественное собрание в прокуратуру республики пойти не смог. Там поздравили ветеранов, которые после войны работали в данном ведомстве. Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Республика. Сегодня, 7 мая, чебоксары принимают юных легкоатлетов из 44 регионов России. В течение двух дней на стадионе Олимпийский спортсмены будут бороться за право представлять Россию на юношеских Олимпийских играх. Они состоятся совсем скоро, в конце мая, в Баку. Во всероссийских олимпийских отборочных соревнованиях по легкой атлетике участвуют юноши и девушки 97-99 годов рождения. Более 200 спортсменов из разных городов России приехали, чтобы доказать, что они лучшие и достойны войти в состав юношеской сборной нашей страны на европейском отборе. Я хочу пожелать от имени Всероссийской Федерации легкой атлетики, Министерства спорта, достичь наилучших результатов сегодня в этой непростой борьбе, побороться за путевки сборной команды России и с честью выступить в Азербайджане. Юношеские Олимпийские игры проходят всего второй год. И стоит отметить, что первый всероссийский отбор также проходил в Чувашии. Претензий к организации подобных мероприятий со стороны представителей сборных команд и их представителей не поступало. Здесь целый ряд, я вижу причин. Первое – это, конечно, наличие современной инфраструктуры, стадион, отвечающий всем требованиям международного уровня. Это места размещения команд, которые комфортны, доступны и в том числе по ценам приемлемы. И, конечно же, наличие очень профессионального судейского корпуса. Чебоксары уже по праву можно назвать легкоатлетическим городом, как отметил Виктор Шпак. В столице Чувашии два раза подряд в 2016 и 2018 годах пройдет Кубок мира по спортивной ходьбе. Буквально на днях российская делегация, в составе которой были и три представителя из Чувашии, участвовала в церемонии закрытия Кубка мира по спортивной ходьбе в Китае. Именно там состоялась передача флага Международной ассоциации легкоатлетических федераций городу Чебоксары. У меня есть полная уверенность и у всех членов нашей делегации, что мы должны, можем и проведем Кубок не хуже, а задачи поставлены провести лучше. Потому что и Международная федерация ставит задачу, что каждое международное соревнование должно выходить на новый, более высокий уровень. И каждое новое мероприятие должно быть лучше, чем предыдущее. По регламенту сейчас флаг находится в администрации Чебоксар, хозяина новых стартов. В скором времени он будет выставлен в самом доступном месте, чтобы любой горожанин мог его увидеть. И поскольку Кубок мира будет проводиться в столице нашей республики два раза подряд, флаг ИАФ не покинет наш город целых четыре года. Екатерина Абрамова, Евгений Анисимов, Республика. Минсельхозреспублики сообщает, что хозяйство Яльчиковского района первыми в республике завершили пассивные работы. О том, как они проходят и на какую финансовую поддержку могут рассчитывать сельхозтоваропроизводители, смотрите сегодня в программе «Правительственная связь». Начало в 20 часов гость программы министр сельского хозяйства Сергей Павлов. А я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин